Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Сегодня я расскажу вам о том, как обеспечить развитие хорошей корневой системы. Мощная корневая система у рассады – залог будущего богатого урожая. При пикировке и пересадке рассады возникают различные повреждения корневой системы. У рассады томатов и перцев корневая система довольно поверхностная, мочковатая, а значит за рассадой нужен определенный уход и агротехника. Какими же способами достигнуть развития хорошей корневой системы? Во-первых, это почва. Она должна быть легкой, чтобы в нее поступал кислород, то есть должна быть хорошая аэрация почвы. Для этого в грунт добавляем различные разрыхлители. Это может быть песок, это может быть мохсфагнум, перлит, вермакулит, либо гравий и другие доступные материалы. Кроме того, твердые разрыхляющие материалы, такие как керамзит или перлит, создают корням небольшие барьеры в почве. В итоге корневая система лучше ветвелиться становится более мочковатой и развитой. Второй очень важный момент для развития рассады – это влажность грунта и емкости для рассады. Грунт для рассады должен находиться постоянно в умеренно влажном состоянии, чтобы не было замокания корневой системы. В емкостях для рассады должны быть дренажные отверстия. В случае перелива вода попадет в поддон и не произойдет замокания. При отсутствии дренажных отверстий и дренажа может происходить замокание, загнивание корневой системы и будут развиваться корневые гнили. Третий важный момент при выращивании рассады – это освещение. Ведь при недостатке света не ждите хорошего развития корневой системы. В процессе фотосинтеза питательные вещества из листьев поступают к корням и рассада хорошо развивается. При возможности обеспечьте рассаде дополнительное освещение после пикировки до 12 часов в сутки. Четвертый важный момент – это полив. В стаканчиках и емкостях для рассады есть дренажные отверстия, но они нужны не только для оттока лишней воды, но и для нижнего полива. Если рассаду поливать только поверхностно, корневая система развивается слабо, корни не прорастают на большую глубину и рассада плохо развивается. Чтобы обеспечить нижний полив, стаканчики нужно поставить на поддон и налить в поддон воду. Корни рассады будут стремиться к влаге и заполнят весь горшок. Пятый важный нюанс – это подкормки. Если в грунт хорошо заправлен, то рассада может обойтись и без подкормок. Однако не всегда попадается хорошо сбалансированный грунт, и без подкормок просто не обойтись. Если вы заметили на рассаде признаки нехватки элементов, рассада плохо развивается, следует провести подкормки. Для этих целей отлично подойдут дрожжи. В дрожжах содержится органический фосфор, а также легкодоступный азот. Дрожжи благотворно влияют на фотосинтез, а также микрофлору почвы. Для подкормки следует использовать дрожжевой раствор более низкой концентрации, чем для взрослых растений. Через неделю после пикировки можно провести первую подкормку. Понадобится 3 литра воды и 20-30 грамм свежих дрожжей. Их нужно разбавить в воде и полить рассаду. До момента высадки рассады в теплицу ее достаточно подкормить 2-3 раза. Этого достаточно для хорошего развития корней и вегетативной массы. Следуя этим советам, вы легко вырастите хорошую мощную рассаду с развитой корневой системой. А значит, обеспечите себя хорошим богатым урожаем. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова